Мешает реклама, жми на крестик. Всем привет-привет, дорогие подписчики, друзья и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис и это третий выпуск Механики Игры и Фишек. Да, сейчас мы добьем этого босса и начнем обозревать вот этих вот 5 пунктов. Как всегда, я для себя их вынес, чтобы самому не забывать о чем поговорить. И вы видели краткий список, о чем же будет сегодня разговор. Да, вот как вы видите по первому пункту, сейчас мы перейдем к пассивке Артамиеля. И расскажу что-то интересное о ней. Кто-то этого знает, кто-то нет. И вы знаете, что часто попадается этот босс на этажах башни. Они там меняются, в общем на харде где-то попадется, либо на легкой версии. То есть где-то для вас это будет полезным и вы будете знать, как работает, как не работает. Какого монстра брать, какого лучше не брать в этой пати, для того, чтобы убить этого монстра. Также часто они встречаются на арене, то есть это не самый редчайший монстр. Он встречается довольно-таки часто, на любом этапе игры. Да, и сейчас перейдем к нему, я покажу его третий скилл, для того, чтобы было нагляднее. Сейчас нам дадут какую-то шлаковую руну, естественно. Ну, конечно же, спасибо. Что хотел сказать, пока не забыл, в нашу гильдию ведется набор. Нужно 2-3 человека с хорошими монстрами. Играем мы на сервере, конечно же, Global, там где и я. Если вы хотите участвовать в войне гильдии вместе со мной, с нашими сагильдейцами, оставляйте свою заявку мне в личку, кидайте сразу же скрины. И там, я думаю, мы все обговорим и обсудим. Да, что еще хотел сказать. С 27 февраля по 6 марта, вы знаете, проходит конкурс в нашей группе. Группа есть в описании. То есть там один из первых постов. Называется конкурс на аккаунт. То есть разыгрывается один аккаунт, посмотреть скриншоты и всему остальному. То есть не нужно мне в личку задавать вопросы, а где ссылка, а какой аккаунт, а подари мне аккаунт, дай мне его, пожалуйста, поменяй мне его на что-то, подари, потому что у меня что-то украли. Пожалуйста, не нужно этого делать. Если хотите участвовать в розыгрыше, то есть в правила участия, всего остального, все вы сможете прочитать там. Я считаю, участие легкое, и если вы изъявите желание, то достаточно большой шанс того, что вы выиграете. Да, также еще вы знаете 5 человек, которые, так скажем, не победят, но будут лучшими, по мнению моей жены, потому что она будет главным судьей. Подлизываться не нужно из-за этого, и да, писать ей что-то в личку. Вот, она будет рассматривать все эти... Блин, где мой 20 монстр? Ладно, не хватило, поехали. Вот, да, она будет рассматривать эти заявки, и те 5 самых лучших, не считая победителя, не считая победителя, 5 лучших работ будут выставлены у меня в одном из видео, либо в стриме я покажу. Не знаю, это уже скоро будет. Результаты конкурса я объявлю либо 6-го числа вечером на стриме, либо уже 7-го, 8-го в отдельном каком-нибудь своем видео. Да, так, едем, переходим к Артемелю, сейчас мы его найдем. Артик, ты где? Сейчас мы его найдем. О, видите, от фонаря классом попал на Артемеля. Итак, по скиллам пробегаться не будем, так как мы будем говорить лишь о третьем скилле, то есть о его пассивной способности. Вот, судья называется, ничего себе, я и не знал. Вот, при критическом ударе врага наносит ответный удар и повышает индикатор атаки на 15%. Что скажу и почему я решил взять в обзор эту пассивку, потому что многие подобные пассивки есть ему, но работают все-таки по-разному. Я не знаю, специально ли это сделано разработчиками, либо это баги. Опять же, как я и говорю, то есть я обозреваю лишь то, что заметил сам, либо мне скинули информацию в личку, там, не знаю, игроки. Что хочу сказать об этой пассивке? Когда Артемель находится в стане, в заморозке, и вы его бьете, критуете, атак бар у него не повышается, то есть, следовательно, он не походит быстро. Если Артемель такой медленный, там, около вот 95-100, ну, там, пускай 120 скорости, вы его, скорее всего, забьете и даже не ощутите. То есть, стан это отчасти прямая контра ему. Ну, я уже молчу, конечно, про всяких там тессарионов, которые просто выключат нафиг его пассивку. Вот, как-то так. Поэтому, думаю, для вас это в каких-то, в какой-то степени будет полезно. И брать, допустим, ведро против Артемеля не всегда плохо. Если у вас есть какие-то там контроллеры, типа, там, Тайрона, кто еще может его законтролить? Да любые, в принципе. Также его можно застанить. Вот, к примеру, если вы застанили Артемеля, неважно, каким персонажем, очень полезным будет сливать ему Атакбар. Потому что, опять же, я напомню, что Скрита он себе не будет повышать полоску хода. То есть, Атакбар, следовательно, сливать ему полоску просто будет. Ну, супер. Перейдем к следующему монстру. Это пассивка Кошки Тьмы. Перешли мы к Михо или Михо, Кошка Тьмы. Не знаю, как правильно ее называют. Будет Миха, да. Вот, что скажу о ее пассивке. Заметил я это, естественно, в башне, как и многие это заметили. То есть, когда вы станете, замораживаете Михо, вот эту вот кошку, пассивка у нее работает только ее вторая часть. Следовательно, когда вы критуете Михо, там каким-то, неважно, любым персонажем, самый плохой вариант это будет, наверное, Ведро, Ахман. Если вы критуете Михо, то она себе повышает Атакбар. Да, в стане она повышает Атакбар. Вот, допустим, опять же, провести сравнение с Артемиелем. Артемиел не повышает Атакбар. Михо повышает Атакбар очень быстро, апается по скорости, следовательно, выходит со стана очень быстро. Ну, вот и вся премудрость, да, этой пассивки. Чего-то другого я в ней не заметил, и, возможно, что-то еще буду добавлять в следующих выпусках. Перейдем к следующему монстру. Перешли к Ети Тьмы, Кума-Е, что-то такое, он, по-моему, еще в Гекс нужен, я точно уже не помню. В общем, у него пассивка такая, отражает 10% урона на врага, и каждый раз пополняет индикатор своей атаки на 25%. Что скажу по поводу этой пассивки. Когда вы его застанили, вот этого Кума-Е, у него работает пассивка в любом случае, что отражает урон, что повышает свой Атакбар. Следовательно, апается по скорости он достаточно быстро, и те, кто сейчас проходит особенно хард-версию, они, я думаю, заметили его. По-моему, он стоит на 59-м этаже, я тоже недавно проходил, и реально он этим очень сбесил. По-моему, со второго или с третьего раза я только прошел. Очень быстро апался он по скорости, тем более, его даже застанет не могут. Да и когда я его станел, он все равно очень быстро пополнял свой Атакбар, и раздражал меня этим, потому что убивал там с одного-двух ударов моих вот этих вот тонких персонажей типа Хемоса и Пингвина Ветра. Ой, как он меня задолбал. В общем, вот так вот работает его пассивка, да, в отличие от тех пассивов, которые мы сейчас обозревали. Едем дальше. Итак, перейдем к четвертой части этого выпуска, и в ней будет участвовать Зайрос, а точнее, его третий скилл. Вы знаете, что он, когда атакует огненным дыханием, максимально задерживает откат навыков. И в связи с этим скиллом мне часто задают в личку такие вопросы, типа, сможет ли он убить Перну, Теомарса, в плане Перны, чтобы она не воскресилась у Теомарса, чтобы, к примеру, не вылезла его вот эта вот пассивка, баф, непобедимость, чтобы, короче, может ли Зайрос шотнуть Перну и Теомарса? Скажу так, огромное, во-первых, спасибо Владимиру, который сам протестировал это все дело, и после этого я действительно и на своих глазах убедился, потому что я, ну, со стопроцентной уверенностью не мог раньше ответить на эти два вопроса. Скажу так, протестировали, и все четко, все работает. То есть, Зайрос может убить Перну, если, опять же, скилл его сработал, он откатил навык, следовательно, Перна не воскресится сама по себе. Ее-то воскресить можно, допустим, сама по себе, она не воскресится за счет своей пассивки. Следовательно, да, Зайрос, хорошая контра Перне. Едем дальше, это Теомарс, вы знаете, кто это такой, это Синий и Фрит. И третий скилл, я думаю, его обозревать мы не будем, то есть, его, когда доводят до одного хп, то есть, до убийства его, он включает свою пассивку, автоматически, непобедимость, то есть, вылазит этот баф, который можно там снять, но не в этом речь идет. К примеру, да, у вашего Зайроса, там, пять миллионов атаки, да, допустим, и стоит против вас Теомарс. Сможет ли Зайрос третьим скиллом убить Теомарса? Отвечу коротко и просто. Да, опять же, если сработает третий скилл, вы знаете, есть такая штука, точность, резист, тут уже будет зависеть от случая, но, если скилл прошел от Зайроса третий, Теомарс умрет, то есть, вот что тут можно. Также, недавно я обозревал Роока, вы знаете, с многими другими персонажами, и, я думаю, он у меня еще часто будет попадаться, потому что комбинаций с ним, ой, как много, и каждый день, наверное, я открываю для себя что-то новое, то есть, для многих выпусков еще Роок будет одним из главных. Итак, часто задающийся мне вопрос, Роок плюс Хва, то есть, работает ли пассивка у Хвы, вы знаете, пассивка у Хвы делится на две части, следовательно, она там снижает Атак Бар, насколько помню, на 25% и 20% того, что она еще один урон нанесет, то есть, не один раз ударит, а ударит два раза. И, работает ли это со вторым скиллом Роока, скажу так, протестировал самолично, работает, что первый, первая часть ее пассивки, то есть, понижает Атак Бар, и вторая часть, то, что она сможет нанести два урона, следовательно, с Рооком она может выдать, ой-ой-ой, как много урона, но вместе с тем уроном, который еще и нанесет Роок. Мало того, что с первого скилла, вы знаете, она накидывает дебаф на замедление, да, он не со 100% вероятностью, это логично, но сам факт, закинуть замедление, понизить Атак Бар, так еще и есть шанс того, что вы ударите два раза, и самое главное, что вы откатите еще и скилл, самой Хве, то есть, второй скил, вы знаете, поэтому связка очень-таки неплохая, и где-то, если вы ее будете использовать, вы, я думаю, не прогадаете. Как-то так, еще много-много всего будет связано с Рооком, потому что вопросов задают много, предлагают тем по поводу Рока, также немало, и я думаю, он еще будет всплывать, наверное, хотя бы по одному разику в каждом выпуске. Вот и все, что я хотел рассказать в сегодняшнем выпуске, фиш, еще много чего будет интересного, потому что идей еще действительно много. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам было чем-то интересное и познавательное это видео, делитесь им с друзьями, с гильдейцами и всеми, кто играет в эту игру. Ожидайте моих следующих видео на канале, всем спасибо, качайте правильных монстров и самых лучших вам первородок. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok